Девушки отдыхают 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 А дорого? Затратно. Затратно, да, дорого. Это дорогое хобби стало. Сегодня. 11 долларов пачка дороговато. Накладно. Да, дорого, у нас подешевле. Ну вот видите, вы хорошую страну выбрали, там курить можно. Листовый разряда. О чем добрый человек пообщается со мной сегодня? Что расскажет? Вообще вот с украинцами разговариваю, думаю, как здесь вообще, что, как, чему. Поймали, поймали. Город Славянск в Донецкой области, живу в Швейцарии. А вы сейчас в Донецкой области или вы в Швейцарии? Я в Швейцарии сейчас, в Женеве. В Женеве сейчас. А, в Женеве, понятно. Как вам там? А, подождите. Ладно. В Швейцарии у вас хорошо. Что думаешь? Жмешь на кнопку лихта и лихт спускается на этаж. Обалдеть. Скучно, да? Да, даже скучно как-то, да, не поругаешься? Да, мне придется молиться, как говорится. Ну, слушайте, я рад за вас, что вы выехали с этого вот дела, что, ну, живой. Да, знаете, выехал, не выехал. Многие пацаны там остались. Многие погибли. Ну, вот это трагедия, это трагедия. Это трагедия. Ваши позвонок тоже. Немало повыезжало. Тоже погибло. Есть люди, которые живут просто войной. А вы как считаете, что должно быть? Чем должно все это закончиться? И как должно вообще? Или должно было оно вообще начинаться? Ваше мнение какое? Давайте конкретно. Сначала. Какой вопрос? Ну, как думаете, вот какие перспективы окончания этого конфликта? Перемирие. Ну, это понятно. Перемирие. А почему тогда Украина не идет на перемирие? Россия постоянно предлагает перемирие. Украина не идет на это. Почему? Не выгодно. Ну, так они, понимаете, от того, как идет дальше время, ситуация у Украины становится все хуже и хуже. То есть, оно еще менее выгоднее становится. Чем дальше, тем менее выгоднее становится. На какой-то момент и для Советского Союза было. Воевая по Сталинградам было невыгодно. То есть, несли масштабные потери. Но при этом был какой-то определенный результат. Да, но результат был, потому что был людской потенциал, была промышленность, которая... Ну, перешла полностью на военную промышленность. Да, все для фронта, все для победы. И вперед, и все пошли. А на Украине этого нет. Сегодня так. Сегодня так во всем мире. Что касается Европы, постсоветского пространства, Союза Штатов Америки, нет. Тот же сложно немножко рассуждать по этому поводу. Живем немножко в другом мире на сегодняшний день. А давно вы, давно вы в другом мире живете? В смысле? Ну, в Швейцарии давно живете? Ну, с 99-го. А, то есть, вы давно уехали? Да. А, понятно. То есть, вы такой же старой... А вы давно уехали? Я, да. Я раньше вас уехал. Это 90-е? 90-е, да. Середина 90-х. Почему? Ну, потому что то, что сейчас происходит на Украине, то у меня происходило. Я из Таджикистана. Таджикистан. Понял. А в Таджикистане в 90-х шла какая-то гражданская война, по-моему. Да. А почему не принимали участие в этом конфликте? Гражданская война. Вы в курсе, да, что означает? Не, я все просто понимаю, почему вы приняли такую позицию, чтобы уехать, а не принимать непосредственного участия. Потому что у меня друзья были как с одной, так и с другой стороны. Я не видел себя стреляющего либо в одну, либо в другую сторону. Понял. То есть, ну, получается, немножко так, что, типа, моя хата с краем. Или из-за взгляда, что, типа, разбирайтесь сами, я здесь ни при чем. Конечно. Я присягу Республики Таджикистан не давал. Я давал присягу Советскому Союзу. Советского Союза не стало, я освободился от присяги. А вы служили в Советской Армии? Да. И давали присягу Советскому Союзу? Да. Ясно. Ну, мне по явным, в принципе, ваша позиция. Есть какие-то еще вопросы? Ну, просто, а вы со Славянска, да? Ну, вы как думаете вообще? Какие перспективы ждут Украину? Ваше мнение? Вы со стороны взгляд? Как вы думаете? Да, вы знаете, сложно так рассуждать, на самом деле. Есть люди, которые рассуждали, которые считали, что этот конфликт закончится очень быстро. Он протягивается сегодня. Что можно сказать в стране, в которой я проживаю? Какое-то время было выгодно поставлять там вооружение, там, те же самые дроны. Сегодня на Бундесфер на Лозуле мы швейцарцы, ну, точнее, компания РОАК, это самая большая компания, которая есть на территории Швейцарии, нашла свои санкции на Бундесфера за то, что мы им поставили по ократам дроны и их на халяву переслали в Украину. И мы теперь больше никакого вооружения не поставляем, вплоть до 35-го года на территорию Германии. То есть, двояко можно относиться. Это что касается подобной теории, скажем так. Что касается самого конфликта в Украине, ну, если вспоминать моих одноклассников, да, все еще полигрии. То Саур-Макила, то Дебайцев. Давайте вам такой вопрос задам. Смотрите. Вот в 1991 году, ну, вы моложе меня, но в 1991 году, когда разваливался Советский... Когда разваливался Советский Союз, я тогда был в здравом возрасте, кстати, я тогда был в армии. Украинское руководство в лице Кравчука и рядом стоящие говорили, как только мы сбросим с себя вот это вот ермо Советского Союза, мы взлетим вверх, мы станем второй Францией, у нас будет все вот так. И если вот посмотреть сейчас, и каждый последующий правитель то же самое обещал практически, можно это считать великим обманом украинского народа со стороны его же руководства, вот это выход из Советского Союза, скажем так? Я не совсем правильно понял. Обманом, это касается правителей, вы имеете в виду? То есть правители обманули свой народ, они пообещали золотые горы, пообещали стать Францией второй, пообещали всего хорошего, а в итоге получили то, что получили. Я вот украинец, я заканчивал высшее училище в Дисне, в Чайни-Кавернене. Я так для себя это понимаю, ну рассуждаю точнее, что кто бы не пришел бы к власти после распада Советского Союза, и люди, они просто-напросто ворвали, вот лично для меня. Они никакого, ничего не принесли в плюс для Украины, как для страны, которая делилась от Советского пространства, скажем так. Рассуждать по этому поводу очень долго можно, но на самом деле, вот так вот если по факту, ну и люди сами по себе, каждого моих отоскрайб, получается так. То есть вот с такими кадрами, какое будущее Украины? Какое будущее Украины? Да вы знаете, вот ко мне в Швейцарию приезжали близкие, говорили, если бы не было бы столько воровства, столько у нас сейчас, то мы были бы вторые в Швейцарии. Некоторые так рассуждают. А в чем заключается будущее Украины? Ну а о чем мы можем говорить, если никаких посылов для предобров нет и не будет в ближайшее время? И у людей летают ракеты над головой. О чем мы можем здесь говорить? Ну, ваше предположение. Давайте предположим, что завтра вдруг остановился конфликт. Разные могли бы быть направления. Замороженный конфликт? Замороженный конфликт? Как иметь в виду? Как островья? Ну, давайте возьмем, например, замороженный конфликт. То есть, какая-то часть отошла России, какая-то часть сохранилась за Украиной. Какие перспективы... Это будет просто-напросто замороженный конфликт. Какие перспективы Украины? Ладно, заморозили. Скажем, по корейскому сценарию. То есть, провели вот по 38-й параллельной границе. Параллельно, хорошо. Да, и какие перспективы Украины после этого? Да, никакие. Потери территории, по сути. Потери территории, финансовые должности. Будет ли Европа вкладываться в Украину, как вот вкладывалась в Южную Корею, скажем? Я не скажу за всю Европу, но сейчас, на данный период времени, что касается Швейцарии, в которой я сейчас проживаю, но люди снимают очки, вот эти вот, разноцветные, по-моему, по-утрах. И это довольно часто я встречаю и даже удивляюсь. После 24 февраля люди немножко по-другому реагировали на все происходящее. А сейчас вот, вот, конкретно в воздухе даже переобуваются. А я такой, ну, это же Габрил. Ну, говорю, ну, я просто не рассматривал параллельные нюансы и тому подобное. Такое мнение людей, по сути. То есть, усиленно помогать никто не собирается, скажем, Швейцария, по крайней мере, Украине. То есть, вкладываться в развитие, скажем? Да, да. А чем мы помогаем? Мы несли свои санкции на Бундесфер, потому что они поставили дроны наши. Не по контракту на территорию Украины. Помогаем ли мы флисовыми кофтами, там, допустим, на зиму военным Украиной? Да, хорошо. Пускай пацаны не мёртнут. Но это никак не касается оружия. Ну, а в восстановлении Украины будет Европа так же участвовать, как участвовала в своё время в восстановлении Южной Кореи, скажем так? Может случиться так, что... Я вот таких прямо посылок не вижу и охоты по этому плану тоже не наблюдаю. То есть, Украина останется как-то бабка у разбитого корыта, получается, после всех этих дел? Ну, слушайте, давайте сравним со Вьетнамом. Тоже так же и остался. Не расслышал что? По поводу Вьетнама. Тоже так же и остался. Ну, Вьетнам, да. Вьетнам, если бы не Советский Союз, то загнулся бы в то время. Вьетнам в Советский Союз вкладывался очень много. Вот интересно так разложить про Вьетнам, да, когда вооруженные силы США дошли. И там ещё были австрийцы, и кому не лень. Ну, сколько регулярные войска, видно, продержались. Там можно по числам. По числам просто определить. Сколько продержалась, допустим, национальная гвардия или армия Афганистана, когда оттуда американцы ушли? Да она вообще нисколько не продержалась. Она тут же лапки кверху подняла, когда бабаи из гор спустились. Рассуждать сегодня про Украину тоже такое. Не знаю, с чем всё это закончится. Хотелось бы, чтобы гордый народ, довольно воинственный народ, это вам не Грузия 080808, довольно воинственный народ, нельзя никак опровергнуть. Хотелось бы, чтобы выбралось со всей этой ситуацией. Но как, честно, мне до сих пор непонятно. Спустя полтора года специальная военная операция, которая проводится на территории. Понятно. А вы что думаете по этому поводу? Моё мнение? У меня мнение, что, опять же, моё мнение, смотря на прошлое, то, что было до полномасштабных боевых действий, Европе, также и Соединённым Штатам, Украина нужна, как вот, заноза в заднице России. Она больше ни для чего не нужна. То есть, вкладываться, мне кажется, вкладываться никто не будет. Вы имеете в виду про плотнам для наступления? Не плотнам на наступление, а именно вот кровоточащая рана, скажем так, которая будет вытягивать ресурсы из России, ослаблять Россию. То есть, она, Украина, как развитая страна или развивающаяся страна Европе и Соединённым Штатам, мне кажется, моё мнение, неинтересно. Я могу это аргументировать тем, что, если бы она была интересна, то до полномасштабных боевых действий все бы вкладывались туда. Если бы Украина нужна была кому-то для чего-то другого, то все бы туда вкладывались. Слушайте, ну сегодня Украина добилась того, что сегодня все... Вот, знаете, я в нулевых учился в школе, никто не понимал, где находится Украина. А ты русский. Сегодня об Украине знают все. И что? Ну, в чём вопрос заключается поддержка Украины. То есть, я могу показать у себя балконы, то есть, довольно часто вывешивать в лагере Украины в плане поддержки. И что? И на этом всё. Вот я и говорю. Ну, знают, молодцы. Дальше что? Поддержку на хлеб не намажешь. Да? Из того разряда. Из того разряда. Ну, в принципе, ну что можно здесь сказать? Да, повторяем, не учимся на своих ошибках, наверное. Я, вот вы там из Таджикистана, я там из Украины. Я между вами вообще не вижу никакой разницы. Нет, да. Мы с вами братья, понимаете? А вот некоторые видят разницу. Но пускай я сидя в окопах и воюю. Пускай я режу друг друга. Вырезают. Это плохо. Это надо останавливать. Я удивляюсь, почему западный мир... Останавливать так тоже непонятно, в первую очередь. Ну, как можно? Остановить можно всегда. Знаете, как? Было бы желание западного мира остановить, они бы просто дали бы указание, и все бы остановилось. Мне так кажется. Ну, это нужно реально, чтобы один народ сплотился против другого, и вот реально шли в полномасштабное наступление. Вот знаете, если я определенный блогер, рассуждать так, мы воюем или занимаемся анонизмом? Почему по Верховной радио ни одного слоу года до сих пор не прилетело? В чем выгода? Уничтожить пацанов хорошо, будем уничтожить дальше. Но со стороны России тоже уничтожаются пацаны, они гибнут. А кто останется? Это еще раз рассуждать. Сколько пацанов 90 унесли? Сколько пацанов унесли? Вторая, первая, первая, вторая Чеченская война? Афган, сколько пацанов унесли? Там бы не пришлось всего это к тому, что будет 18 бабло одного мужика. Вот это бы трагедия, на самом деле. Это трагедия. Это трагедия. Ясненько. Ладно, удачи вам в Швизе. А вы, кстати, взял вас спросить, что скажете по поводу авиакатастрофы Пригошина? Что я могу сказать? Ведется расследование. Я думаю, если сейчас захотят... Да, все договорят. А если вот так вот мужик к мужику, думаете, имеет место быть? Я думаю, если захотят спихнуть все это на Украину, Украине это аукнется очень плохо. Потому что я не вижу... Знаете, как бы там Путина не ругали, но я не вижу в нем такого, чтобы вот взять и на своей же территории снести самолет. Нет, я предъявляю здесь не буду. А вы можете реально видеоказать авиакатастрофу? Потому что, ну зачем, чтобы вы когда-то раз занос пришли на Москву, хотя и договорились. Нет, нет. То же самое, если бы, скажем, это была бы месть Путина, грубо говоря, то эту месть можно было бы сделать в любом другом месте. Не обязательно это сделать здесь. Прямо вот тут. Знаете, под боком. Это выглядит не очень хорошо. Но если, говорю, если захотят все списать, это на Украину, Украине это аукнется очень плохо. В связи с тем, что предыдущие вот были, там вот взрыв моста, убийство, там взрыв в Ленин... Теракт и тому подобное. Да, теракт. То есть тогда могут, знаете, в свете этого назвать Украину террористическим государством. Единственное, что хочу сказать на обеспечении нашего диалога, наверное, будет правильно рассуждать так. Главное, чтобы мы это закончили наши дети или наши люди. Нет, это закончится в ближайшее время. Знаете, как старый советский фильм был по О'Генри, там такая фраза была «Боливар двоих не вынесет». Понимаете? То есть Европа и Штаты могут тащить страну, некогда сорокамиллионную, на своих плечах долго, но бесконечно. Понимаете? Наступит момент, когда они не смогут это тащить, и они это просто сбросят. А сбросив это, они не повернутся назад. Они просто забудут, так же, как забыли Афганистан. И это печально. Да, забыть Афганистан, по-моему, это невозможно. Потому что кто только там не участвовал. Не, не. После вывода войск Афганистан вообще пропал из медиа Соединенных Штатов. Вообще. Как будто ее вычеркнули, как будто этого государства не существует. Самое смешное, что сегодня Талибы принуждают к миру, Украину и Россию. Ну да. Вот это смешно. Ладно. В интересном времени мы живем с вами. Да. Удачи вам, добра, всего хорошего. Всех Бог вам и ваших гостей. Давайте. Счастливо. Человек со Славянска. Пожалуйста, Швейцарию. Понимаешь, Дотсон, если я буду рассчитываться по теперешней цене, я лишусь всего капитала. Это смерть. Прошу тебя. Боливар не выдержит двоих. Прошу тебя. 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 Продолжение следует...